всем добрый день дорогие друзья сегодня мы начинаем обсуждать методы решета а именно мы обсудим решетой ротосфена в самом самой такой простой форме и используя некоторые модификации решета и ротосфена обсудим результат rd о циклических числах ну и не только так все меня хорошо слышно отлично если кому-то не слышно то пожалуйста я думаю что через пару минут если меня не слышно то кто-нибудь обязательно скажет ну хорошо мы на прошлых лекциях обсуждали результаты которые получаются рассмотрением рядов деревья когда у вас есть хороший ряд деревья то вы можете взять у него например логарифмическую производную там получится какой-нибудь ряд деревья связанные с простыми числами но иногда хочется решать какие задачи про простые числа которые не сводятся напрямую к свойствам рядов деревья вот поэтому мы сегодня будем обсуждать такой более комбинаторный способ подхода к вопросам о простых числах но вообще говоря как сказать истина лежит где-то посередине для того чтобы для того чтобы доказывать хорошие результаты про простые числа данный момент скорее всего требуется понимать и то и другое ну то есть по-настоящему такие содержательные результаты получаются когда вы применяете и решта и комплексный анализ и вообще все чтобы отвернется под руку вот значит что что такое метод решта значит методы решта это такая совокупность методов мы будем обсуждать их там на ближайших паре тройки лекций они берут свое начало с решта эратосфена про которое возможно все вы слышали в школе она там где-то наверное учебники пятого может быть даже четвертого класса находится рядом с определением простых чисел что эратосфена она открыта эратосфеном киренским который вообще говоря был очень известным ученым своего времени и его даже значит и его коллеги прозвали бета это в данном случае означает вот что это значит одно из двух либо это означает что он второй после платона либо вообще означает что альфа то есть первая позиция она зафиксирована за предками он сразу после великих предков так вот метод решта метод решта эратосфена устроен так мы берем все переберем все натуральные числа вплоть до некоторого вычеркиваем все числа делящиеся на 2 кроме двойки все числа делящиеся на 3 кроме тройки и так далее значит если вы представите себе что вот эта табличка сделана из глины и вы вычеркиваете посредством иголки то вы заметите ну в общем легко легко себе представить что после достаточного количества итераций ваша длинная табличка будет выглядеть как нечто очень дырявое например что ну и числа которые останутся в таблице этой единицы и все простые вплоть до максимального номера как вы видите здесь это конечно же выполнено потому что у нас здесь вообще до 100 и наверняка все присутствующие хорошо помнят какие числа вплоть до 100 являются простыми так вот а то что мы некоторые или числа по два три четыре раза вычеркиваем это для нас как бы важная часть структуры этого решета ну это странный вопрос на самом деле то есть не совсем понятно но сейчас мы попробуем превратить наш решетов формулу и тогда там будет заметно что в общем некоторые числа вычеркнуты по 2 раза поэтому в общем нужно это тоже как-то учитывать так что в общем да это это существенно но только постольку поскольку в общем это будет фигурировать формуле включения исключений сейчас посмотрим хорошо значит как можно представить это в виде формулы давайте представим себе что мы хотим искать простые числа между корнем из x и x значит ну во первых мы берем все числа вплоть до икса и вычитаем то есть вычеркиваем все числа которые делятся на простые непревосходящие корни из x для каждого п непревосходящего корня из x таких чисел будет ровно вот столько целая часть из x поделить на п теперь как верно заметил стёпа у нас есть числа которые вычеркнуты по два раза их нужно обратно добавить конечно же вот но с другой стороны после того как вы вычеркнули числа делящиеся на п и добавили числа делящиеся на п 1 п 2 вы теперь несколько раз учли числа которые делятся на п 1 п 2 п 3 их нужно обратно вычесть и так далее значит этот процесс нужно продолжить пока у нас еще есть простые числа удовлетворяющие каким таким неравенством то есть в конечных в последнем слагаемом у вас будет просто одно слагаемое которое состоит из x поделить на произведение всех простых непревосходящих x корни из x извините здесь должен быть квадратный парень так вот значит можно заметить что каждая n который у нас появляется в знаменателе знак перед этим n это просто просто функция мебиуса например вот здесь x поделить на единица и знак 1 здесь x поделить на произведение трех простых и знак минус 1 потому что у нас три простых нечетное число вот но этот паттерн конечно продолжается и дальше и у вас получается вот такая формула значит ну конечно конечно в таком виде эта формула абсолютно нетрактуема и бесполезна потому что чисел которые делят вот это число значит p от корня из x это произведение всех простых непревосходящих корня из x значит чисел которые делят это число их гораздо гораздо больше чем чисел непревосходящих x и даже если вы ограничите с числами непревосходящих x то таких n будет просто положительная пропорция и в общем в общем здесь очень много слагаемых они все очень сильно осцеллируют в общем с этим не разобраться однако вы можете ограничиться какими-то другими в общем границами просеивания так скажем а именно давайте я сформулирую такую абстрактную версию решетая ротосфена следующим образом давайте предположим что у меня есть какое-то конечное множество целых чисел а и для каждого d я умею значит что-то говорить про число а с индексом d это все те элементы а которые делятся на d давайте мы умею говорить я имею ввиду что нам понадобится считать размеры этих а д значит теперь давайте зафиксируем какую-нибудь константу z которая хотя бы единица и определим вот такую величину s от а z это количество а лежащих в а у которых нет простых делителей не превосходящих z то есть а и p от z должны быть взаимно просты вот тогда будет справедливо вот такая формула s от а z это сумма по всем d делящим p от z мю от d умножить на порядок а д вот в этой формуле исходной у нас здесь написано s от а корень из x где а это все натуральные числа не превосходящий x ну и конечно же а d в этой ситуации это просто целая часть от x поделить на d вот это понятно да я пока никого не испугал все в порядке хорошо значит теперь что дальше значит ну дальше когда я сказал что мы хотим иногда что-то знать про ad это означает что вообще для ad часто справедливы какие-то разумные приближенные формулы вот а именно значит из теоремы 1 можно вывести такое следствие давайте представим себе что у нас есть какая-то константа x которая больше нуля как бы назвать ну такой масштаб нашего множества и некоторая мультипликативная функция g от d и представим себе что у нас справедливо вот такая формула а с индексом d это вот это x умножить на некую функцию g от d плюс остаток r с индексом d тогда выполнено вот какое соотношение s от az это x умножить на v от z плюс о большой от вот такой суммы значит как это получается ну нужно просто посмотреть вот на эту формулу и подставить сюда x на g от d плюс rd дальше все rd так как мы про их природу обычно не очень много знаем оцениваются по модулю у нас получается сумма модули рт это как сказать это как правило в самых простых приложениях а так то иногда конечно можно пользоваться осцилляции остатков так вот каким образом получается v от z v от z получается если просуммировать по всем делителям p от z ну а ты умножить на g от d иными словами я утверждаю что выполнена вот такая формула вот эта формула выполнена вот почему я в том что g от d у нас по предположению мультипликативная функция поэтому мю от d умножить на g от d это тоже мультипликативная функция если вы суммируете мультипликативную функцию по всем делителям некоторого числа в нашем случае это p от z то у вас получается проявление по всем простым делителям этого числа ну и в данном случае у нас только 1 минус g от p потому что значит слагаемый делящийся на p квадрат сюда не входят вот хорошо давайте теперь ой тут как-то много беспалос ну хорошо давайте выберем какой-нибудь параметр x больше нуля и объявим что z это просто логарифм x а а это у нас будет значит просто множество натуральных чисел непревосходящих x как я уже говорил а с индексом d это у нас целая часть от x на d то есть x поделить на d плюс а большой от единицы ну и в данной ситуации можно выбрать значит не то чтобы x большое g и r были хорошо определены но можно выбрать x большое равное x маленькому данной ситуации g от d равное 1 поделить на d и r от d ну это вот этот остаток о большой от единицы вот вообще часто можно в качестве из большого выбирать просто порядок а ну потому что у вас должна быть приближенная формула порядок а равна x большое плюс r 1 вот часто выбирается x большое равно x маленькому но не всегда не всегда это действительно удобно часто бывает время от времени бывает что нужны какие-то другие значения так вот что из этого получится значит ну с от а z это у нас множество всех чисел которые не превосходят x а и не делятся ни на одно простое непревосходящее логарифма x ясно что любое простое число непревосходящее x оно либо не превосходит z либо входит вот в это вышеупомянутое множество поэтому выполнено вот такое неравенство ну дальше давайте для для s от а z применим наш формулу значит у нас есть x умножить на v от z плюс значит большая куча слагаемых вида r с индексом d ну какая большая насколько велика эта куча эта сумма по всем делителям p от z и каждая слагаемая есть о большой от единицы а именно она просто модули не больше единицы поэтому сумма получается о большое от количества делителей p от z вот и того получается что p от x не больше вот такого выражения значит кто может мне быстро объяснить почему тау от от p от z это два в степени p от z а у это еще раз что такое число делителей ну по формуле количество делителей числа там два в степени количество простых если простые каждый без квадратов да да именно ну или еще можно по-другому сказать что у вас есть p от z простых чисел и делители p от z они просто один к одному соответствует под множеством p от z элемент на множество потому что ну просто нужно перемножить по множеству индексов вот и все ну хорошо p от z конечно не больше чем 2 в степени z и и мы получаем вот такую оценку 2 в степени z плюс x поделить на логарифм z вот ну собственно здесь видно почему мы выбрали z равно логарифм x а не что-то побольше и у нас получилась вот такая можно сказать такая доисторическая практически оценка для p от x вот ну я здесь правда использовал что произведение по всем п не превосходящим z это о большой это отдельный логарифм z но уж извините меня дальше мы будем пользоваться и не такими сейчас но если з равно логарифм x то 2 в степени z это же o от x или нет 2 меньше чем е поэтому 2 в степени логарифм x это x в некоторой степени меньше чем 1 а вот сколько там логарифм 2 это 0 6 чем то там вот так вот получается такая доисторическая оценка для p от x это все потому что в случае когда мы считаем p от x аналитические методы такие чисто аналитические методы работают существенно лучше вот потому что методы решта они начинают проявляться ну то есть при проявлять себя как полезные в гораздо более сложных задачах сложных с аналитической точки зрения ну хорошо давайте обсудим какие бывают сложные задачи вот значит что 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 я называю сложными задачами в общем в случае с распределением простых чисел и распределением простых чисел в арифметических прогрессиях мы брали какую-то более-менее понятную мультипликативную функцию например дождественную единицу или характер герехле и пытались понять чему равна сумма по простым числам этой самой этой самой мультипликативной функции вот то есть в этой ситуации как бы основной вес нетривиальности он лежал на множестве простых чисел сама функция она в общем достаточно аналитически понятны так вот если мы хотим изучать какие-то суммы вида f от p где f от p не поднимается до чего-то разумного понятного то тогда нам на помощь часто приходят методы решета давайте я приведу пример задач четыре знаменитых теоретика числовых задач и которые собственно имеют более-менее такой вид это может быть самые знаменитые вопросы про простые числа и уж точно самые знаменитые вопросы про простые числа и число 2 в смысле число 2 а как количество обычно так вот один это иногда как показатель степени так вот эти задачи они были сформулированы разными людьми а объединены как бы общий список из четырех больших задач в 1912 году на международном конгрессе сделал это эдмунд ландау значит давайте посмотрим эта гипотеза она у меня написана как одна большая гипотеза естественно было бы здорово если бы когда-нибудь в ближайшее время человечество смогло понять что-нибудь хотя бы про одну из них так вот значит первая гипотеза это гипотеза гольдбаха бинарная она утверждает что для всякого четного числа 2n больше двойки существуют простые числа p и q такие что 2n это p плюс q вот вообще говоря насколько я помню гольдбаха изначально формулировал свою гипотезу в тернарном случае то есть когда у вас есть нечетное число больше пятерки вот но когда он написал эйлеру то эйлер уже сформулировал бинарная версия на удивление тернарная версия уже решена причем полностью бинарная версия в общем очень далека от решения на данный момент однако известно что если вы замените одно из слагаемых то есть q например если вы ослабите немножко условия вы позволите q быть простым или произведением двух простых то тогда для достаточно больших четных чисел ваша гипотеза будет верна вот еще есть гипотеза простых числах близнецах я видел некоторые спекуляции на тему того что эта гипотеза настолько древняя что ее вообще говоря как большую сложную задачу знал уже уже и вклит но явных указаний на это в общем не существует а первая явная формулировка она принадлежит насколько я понимаю по линьяку который кроме того сформулировал обобщенную гипотезу что если у вас есть четное число к то существует бесконечно много простых п таких что п плюс к тоже простое вот насчет насчет этой гипотезы значит сама гипотеза числа в близнецах не разрешена известно что если вы позволите п или п плюс 2 быть простым или произведением двух простых то тогда существует бесконечно много решения это называется теорема чена кроме того известно что существует число полиньяка число полиньяка это число как четное число к который удовлетворяет этой гипотезе что существует бесконечно много простых п таких что п плюс к тоже простое известно что что существует число полиньяка к не превосходящее не превосходящее не превосходящее двухсот сорока шести вот это относительно недавний ну как сказать да очень недавний результат принадлежащий коллективу математиков полимаз вот кроме того известно что множество чисел полиньяка бесконечно далеко и что промежутки между соседними элементами множестве чисел полиньяка ограничены этот результат получен я нашим пинцем и это кстати еще один пример неэффективного результата в теории чисел потому что неизвестно чем ограничены промежутки между числами полиньяка помимо того что значит мы вообще не знаем ни одного числа полиньяка мы знаем что между ними ограничены промежутки но не знаем чем вот еще одна задача называется гипотеза лежандра она утверждает что для натуральных n между n квадрат и n плюс 1 квадрат всегда есть простое число вот это тоже очень серьезная задача она нравится мне тем что на фоне остальных задач она выделяется своей как бы так сказать аналитичностью потому что вопрос о простых числах коротких интервалах он для достаточно больших так сказать коротких интервалов отличается от этих всех задач тем что можно что-то сказать при помощи изучение нулей за функции вот если бы мы написали здесь 2 плюс эпсион везде то тогда известно что это верно если верно известно что это верно для больших н если верно гипотеза риммана если мы напишем эпсилон равно извините если мы напишем эпсилон равно что-то в районе 1 сороковой я не уверен то ли то ли 1 сороковая то ли 1 сорок первая то тогда для больших n между n в степени 2 плюс эпсион n плюс 1 степени 2 плюс эпсион действительно есть простое число частности известно что для больших между n в кубе n плюс 1 в кубе есть простое число вот кроме того опять таки известно что если вы позволите вашим простым числом быть не совсем простыми полупростыми то есть произведениями двух простых вот то это будет верно для больших н вот и более-менее на этом значит прогресс по гипотезе жанра он остановился известно что вот это эпсилон можно брать убывающим если гипотеза римма наверно известно что если предположить разные более сильные гипотезы про нулит з-функции то можно будет еще чуть-чуть уменьшить рост эпсилона как сделать так чтобы именно между двумя квадратами было простое число это есть загадка великая вот если вы придумаете какую-нибудь например разумную гипотезу про нулит з-функции и выведите из нее что такое то это будет конечно восхитительно здорово вот ну и последняя задача я к сожалению не знаю каков источник этой задачи вот но это называется задача о почти квадратах а а именно гипотеза о том что существует бесконечно много n таких что n квадрат плюс 1 простое число вот в этой задаче тоже есть ряд интересных продвижений известны вариации этой задачи более простые от двух переменных например например фридлендер и вонец доказали что существует бесконечно много простых чисел вида а квадрат плюс b в четвертой и более того для числа таких простых чисел не превосходящих x они написали асимпатическую формулу асимпатическая формула это будет данном случае просто объем области насчет заметающий наши простые числа то есть у нас условия а квадрат плюс b в четвертой небольшие x и значит еще это надо поделить на логарифм x вот хорошо по поводу последней задачи я еще точно знаю что той или иной формы этой задачи занимался уже чебышов так что это тоже очень классическая задача нельзя сказать что четвертая задача в ком-то смысле она тоже про арифметические прогрессии потому что это просто простые гауссовые числа вида 1 плюс и абсолютно абсолютно я согласен вот эта задача простых числах в арифметических прогрессиях каусовых числах но просто дело в том что это буквально арифметическая прогрессия с разностью 1 вот и что вы можете сказать про такие арифметические прогрессии я не очень понимаю но смысле и и и мое понимание в этом смысле согласованы с пониманием человечества насколько я понимаю вот ну хорошо что мы можем сделать по поводу этих задач при помощи метода при штаб ну давайте я проиллюстрирую таким совсем простым примером давайте попробуем приложить то что мы уже сделали а мы не сделали почти ничего если вы могли заметить значит давайте попробуем приложить в общем эти наши рассуждения к задаче о числах близнецах мы значит хотим найти верхнюю оценку то есть мы немножко пессимисты мы скажем что чисел близнецов не очень много мы хотим найти верхнюю оценку для такого числа p2 от x это количество пени превосходящих x таких что это простое число а вовсе не то что вы подумали если вы алгебраический тополог вот или просто тополог для этого значит мы будем решать такую общую задачу а может существует какое-нибудь пространство в которую это будет иметь пожалуйста нет вот то есть я я видел да я видел переформулировки типа дизеримана через через разные алгебраические штуки то есть там комплекс у которого число быть это функция мебиус и так далее вот но тем не менее давайте не будем отвлекаться давайте будем доказывать и твердые результаты сегодня значит мы будем решать вот какую задачу у нас есть а это множество чисел виды плюс 2 где где пробегает простые числа не превосходящие x а z это некоторые параметры вот значит ну почему это может быть содержать на потому что ну очевидно что p2 от x оценивается сверху через s от а z плюс p от z и r на z плюс 2 но в любом случае в общем это понятно как связаны друг с другом задачи хорошо значит давайте посчитаем порядок а д давайте д у нас будет не превосходить логарифм x ну просто для того чтобы у нас никаких проблем не случилось значит тогда порядок а д это есть количество простых непревосходящих x и сравнимых с минус двойкой по модулю d вот и если ты нечетно то это ровно теорема зигеля вальфе что у нас получается интегральный логарифм x а поделить на f от d плюс остаток вот остаток совсем маленький потому что у нас маленькая в общем можно себе это позволить хорошо а что случится если d отчетно скажите мне кто-нибудь это будет 0 ну не совсем вы забыли про число 2 ну не сказал что пара 1 и 3 это число близнецы но мы же считаем не числа близнецы мы считаем числа вида p плюс 2 который делятся на d пока что у нас прямого разговора числа близнецах вообще нет мы просто считаем какие-то простые арифметические штучки значит так вот если d четно то конечно из того что p плюс 2 делится на d следует что п четно поэтому единственное такое да это я конечно погорячился значит если d равно двум или четырем то конечно выполнено такое равенство если d просто чётно то это обычно 0 так что степа был изначально прав ну просто для почти всех да ну хорошо значит что из этого это означает что для всех d непревосходящих логарифм x выполнено равенство порядок а d это наше x большое на g плюс остаток давайте посмотрим кто такое x большое что такое же g от d и что такое остаток данной ситуации значит g от d это вот оно 1 поделить на fi от d либо 0 x большое это интегральный логарифм x а ну или вы можете написать пи от x в данном случае это ничему не повредит ну и наконец rd это вот этот остаток x на e в степени минус c корня из логарифма x равномерно во всем да вот хорошо значит у нас вот такие вот такие параметры у нашего решета что тогда тогда значит при пи от z непревосходящего логарифма x чтобы мы могли ко всем делителям применять эту процедуру выполнено вот какое соотношение пи 2 от x это не больше чем пи от z плюс 2 плюс s от az значит это не больше чем пи от z плюс 2 плюс интегральный логарифм x а на v от z плюс еще тот же самый остаток только повторенный tau от p от z раз вот ну и давайте мы посмотрим что такое наше ограничение на p от z логарифм p от z это просто тета функция чебушева вот эта функция чебушева это z плюс малый от z по синтетическому закону поэтому достаточно взять z равно двойной логарифм x пополам вот значит что из этого пи от z плюс 2 это конечно не больше чем z плюс 2 это о большое от двойного логарифма tau от p от z не больше чем p от z не больше чем логарифм x ну и для удобства давайте его засунем вот сюда показатель и c просто поделим на 2 ну хорошо что тогда тогда мы можем еще еще а вот выше там вот верхней равенстве вот это вот в это она откуда взялась вы это из следствие 1 давайте я покажу следствие 1 а может быть можно просить вот эти вот замечательные слайды высылать заранее потому что каждый раз возникает какие-то проблемы в этой формуле gtp ага что что gtp здесь gtp должно быть где извините значит v от z это вот вот такое вот слагаемое которое у нас вылезает когда мы все же вместе собираем это произведение 1 минус gt в каком-то смысле у этой штуки есть вероятностная интерпретация давайте я коротко скажу что такое ось и конечно gtp да согласен значит у этой штуки есть вероятность на интерпретацию значит что такое gtgd это грубо говоря вероятность того что элемент вашего множества делится на d вот соответственно 1 минус g от p это вероятность того что элемент вашего множества не делится на простое число p и приближение вот это x на v от z это просто x общее число элементов умножить на вероятность того условно что число не делится ни на одно из p не превосходящих z вот ну и эту вероятность мы как бы считаем как произведение вероятности одиночных событий как будто все у нас независимо вот ну хорошо значит я немножко объяснил что случилось стало чуть чуть более понятно вот значит в этой ситуации что такое значит что такое v от z вот она v от z значит там должно быть 1 минус g от p если p равно двойки тоже от p это просто ноль поэтому никакого множителя нет если p больше двойки то у нас получился вот такой множитель 1 минус 1 поделить на p минус 1 вот ну это произведение она по порядку 1 на логарифм z ну потому что например если вы логарифм возьмете от v от z то у вас получится сумма логарифмов вот этих штуковин и логарифм 1 минус x это есть минус x плюс а большое от x квадрата вот квадраты у нас сложится до чего-то а большого от единицы а сумма 1 поделить на p минус 1 это асимпатически двойной логарифм z плюс а большой от единицы опять таки вот поэтому v от z это по порядку просто 1 на логарифм z а z у нас было по порядку двойным логарифмом x а поэтому получится 1 поделить на тройной логарифм x а вот это означает что мы доказали такую на самом деле очень слабую оценку что количество чисел близнецов непревосходящих x это не больше чем пи от x поделить на тройной логарифм x а вот значит проблема этой оценки она состоит в двух вещах ну во-первых качественно мы доказали конечно что простые близнецы имеют относительную плотность ноль то есть среди всех простых они составляют такое очень сильное меньшинство значит а проблема состоит в том что ну во-первых тройной логарифм растет очень-очень медленно никто никогда не видел не увидит как растет тройной логарифм вот ну то есть если вы когда-нибудь попробовать взять тройную экспонент от двойки вы увидите в чем проблема так вот что на самом деле здесь проблемно в этой оценке значит мы дальше будем обсуждать и такие более эффективные стратегии нахождения таких оценок еще мы оценим некоторые похожие вещи снизу что уже совсем должно быть привлекать надо всех так вот проблема состоит в том что гипотеза настоящей асимтотики пи 2 от x выглядит так что на самом деле пи 2 от x это пи от x поделить на логарифм x а не тройной логарифм ну и умножить на некоторую константу вот константа это 22 а c2 это вот такое произведение это произведение называется константы чисел близнецов вот а гипотеза высказана харди и литлвудом вот опять таки это следует из некоторых вероятностных соображений вот значит это мы обсудили что можно делать с проблемами landau даже когда у вас почти нет никаких инструментов а есть просто элементарное наблюдение давайте мы попробуем значит некоторые инструменты новые установить их истинность а некоторым одним инструментом мы просто будем пользоваться пока что без доказательств на самом конце следующей части возьмите давайте обсудим такой вопрос это один из моих любимых вопросов насчет количества циклических чисел непревосходящих x насчет что такое циклическое число циклическое число это такое n что n и фи от n взаимно просто вот например все простые числа цикличное все квадраты простых чисел не цикличное так ну и чтобы привести какой-нибудь какой-нибудь нетривиальный пример давайте попробуем до числа пятнадцать войны простые степени число 15 циклично даже удвоенные простые числа да у 2 извини и удвоенные простые числа я имел это контур примерка это контур пример так вот еще один такой более алгебраический критерий это что число n является циклическим тогда только тогда когда всякая группа порядка n является циклической на этом фоне кстати говоря я видел изучение еще абелевых чисел и разрешимых чисел там тоже можно в общем задаваться такими вопросами хорошо значит наша цель чисел не превосходящих x хотя бы x пополам что ну количество разрешимых чисел не превосходящих симптотика наверное x пополам а это потому что потому что теорема томпсона до любая простая группы и и четный порядок да понятно ну в общем наверно наверно интересные следующие слагаемые тоже написать в этой синтетике вот да это хорошее звучание большое спасибо так вот что можно сказать про количество циклических чисел я вам уже сказал что никто не видел как растет тройной логарифм но некоторые люди видели настоящие симптотики в которых есть тройной логарифм значит это вот такая синтетическая формула принадлежащая эрдиша который доказал в 1948 году такой если x стремится к плюс бесконечности то за этот икс это асимпетически е в степени минус гамма умножить на x и поделить на тройной логарифм x а при маленьких x циклических чисел довольно много но при росте их пропорция начинает очень медленно стремится к нулю вот такое гамма гамма это констант тейлером с кероне наверное точнее сказать что симптотика разрешимых чисел это все-таки 59 x 60 ой вау хорошо можем может быть это был не такой содержательный вопрос если вы что-то про про это более конкретно знаете вы можете поделиться потом спасибо так вот значит как мы будем доказывать эту теорему для начала мы будем использовать две вспомогательных лима значит ну и в степени минус гамма на самом деле это вот эта константа если вы посчитаете произведение по всем простым непроисходящим x от вот таких выражений 1 минус 1 пэта то в общем легко доказать что это будет некая константа поделить на логарифм x но в общем оказывается что эту константу можно явно вычислить она равна в каком-то смысле она равна и в степени минус гамма доказательства я пока не хочу обсуждать может быть это будет упражнение для особо верных слушателей вот а вторая лима мы ее докажем значит давайте давайте ее прочитаем вместе значит пусть y это вот такая штука x степени 1 поделить на 9 двойных логарифмов x а это абсолютно техническое здесь требование в общем мы увидим где она вылезет пусть есть p некоторые множество простых чисел которые лежит в интервале от 1 до y давайте посчитаем сумму обратных простым лежащим в этом множестве и давайте введем вот такую величину а с индексом p от x это есть количество таких n непревосходящих x что они не делятся ни на одно простое лежащее в p тогда для ap от x справедлива оценка x умножить на е в степени минус с ap вот значит доказательства этой леммы потребует от нас некоторого изобретения вот это изобретение насколько я понимаю вообще принадлежит уже не ротосфену а вига бруну вот и это основа так называемого решета бруна которое мы еще я надеюсь обсудим в этих лекциях рассуждение вот какое когда мы писали формулу значит решета и ротосфена у нас было такое рассуждение что мы сначала берем все числа потом выкидываем числа делящиеся на from а потом добавляем число делящиеся на произведение двух простых потом опять что-то выкидываем вот давайте мы произведем четное число шагов то есть добавим некоторую очередную сумму так как следующим шагом нам нужно что-то выкинуть то это означает что мы пересчитали вот ну это означает что если вы остановились на четном числе шагов, то у вас есть верхняя оценка. Правда же? Вот. А раз так, то значит, можно вот что сделать. Давайте мы зафиксируем, значит, некое m, которое будет нашим числом шагов. m — это целая часть от 4 двойных логарифмов x плюс 1, то есть первое целое число, которое больше, чем 4 двойных логарифма x. И давайте сделаем 2m шагов от этих включений и исключений. Мы тогда получим в нашем случае вот какую оценку. a, p от x — это не больше, чем целая часть x минус сумма по всем простым, лежащим в p плюс сумма по всем произведениям двух простых, то есть минус сумма по тройкам, плюс и так далее, плюс сумма по всем двойным простых чисел, лежащих в p. Вот. Хорошо. Что с этим делать? Значит, ну, дальше мы хотим, в общем, продолжить этот процесс, как обычно. Мы хотим опустить все целые части. Сделаем это. Значит, если мы опустим все знаки целой части, то, значит, порядок нашего p, он, конечно, не больше, чем y по определению. Вот. Поэтому вот отсюда выпадет o, большое от 1, и из этого выпадет o, большое от y. Ну, в общем, из k-тово слагаемого o, большое от y в степени k. Так как мы заканчиваем наслагаемым в n, то у нас остаток будет o, большое от y в степени 2m. А еще будет x умножить на некоторое число. Это число σ, оно выглядит так. Это вот такая конечная сумма. Так. Давайте немножко зависнем в это выражение. Вот. Всем ли понятно, что происходит? А y, это что было раньше, да? y, это граница для нашего множества p. p лежит в некотором маленьком интервале относительно x. Сейчас, только ты совсем взрослый вопрос. А мы лему 1 доказали? Лему 1 я... Еще раз. Значит, давайте я объясню, почему существует некоторая константа c, которую здесь... Просто потому, что у z-то есть полис. в единицу, и он первого порядка. И с вытчетом ровно гамма. И как это связано с этой формулой? В общем, это отдельный вопрос. На самом деле. Но оно связано как-то. Да, безусловно, безусловно. Эта гамма здесь, это ровно первая слагаемая вот эта функция. Вот как конкретно оно связано, это содержательный вопрос. Вот. Значит, дело в том, что если вы возьмете от обеих частей логарифм, то у вас здесь получится минус сумма по всем простым непреисходящим x 1 поделить на p плюс некая константа. Вот. Ну и так как сумма 1 поделить на p это двойной логарифм, то то, что вам нужно доказать, это что получающаяся константа равна минус гамма. Вот и все. Вот. Это понятная мотивация? Угу. Вот. Я думаю, что я это дам, может быть, на каком-то моменте в качестве упражнения. Вот. Конечно, с подсказками, иначе невозможно. Вот. Так вот, y – это, значит, граница для нашего множества p, m – это число шагов, оно примерно 4 двойных логарифма x. Значит, что у нас здесь происходит? Мы опустили знаки целой части и получили такое приближение x умножить на некую штуку. Теперь мы хотим эту штуку, сигму, приблизить чем-нибудь. Но чем ее, естественно, приблизить? Ну, естественно, вместо того, чтобы суммировать до 2m-того слагаемого, нужно просуммировать все слагаемые. Давайте мы просуммируем все слагаемые. Так же, как в исходном решете ротосфена, сумма всех слагаемых – это просто произведение по всем простым, лежащим в p, 1 минус 1 поделить на p. Вот. Написано здесь равенство, это просто надо скобки раскрыть в произведении. Хорошо. Давайте попробуем нашу конечную сумму заменить вот этой полной суммы. Она, на самом деле, конечно, тоже конечная, но мы это пока что забудем, потому что мы оцениваем ее некоторые бесконечные суммы сверху. Так вот, что такое sigma-v или v-sigma? Sigma-v – это сумма по всем слагаемым, которые содержат более чем 2m-множителей. Вот. А так как мы взяли по модулю, давайте еще знаки все опустим. То есть это такая грубая оценка. Sigma-v по модулю не больше, чем сумма по всем k большим, чем 2m. Вот таких сумм больших. Суммы по произведениям k простых чисел, лежащих в p. Ну, теперь давайте вот эту сумму как-нибудь оценим. я утверждаю, что имеет место вот такая оценка, что вот эту сумму можно оценить как 1 поделить на k-факториал умножить на сумму по всем p из p 1 поделить на p в k-той степени. Кто-нибудь может мне объяснить, откуда получается такая оценка? Видимо, надо просто раскрыть скобки в правой части, сказать, что мы забиваем на те слагаемые, где хотя бы 1, какое-то p мы взяли 2 раза. Правильно. В общем, нужно воспользоваться мультименериальной теоремой. Да, значит, если вы воспользуетесь мультименериальной теоремой, то у вас будет сумма произведений k простых чисел, некоторые, может быть, с кратностью, умножить на соответствующие мультименериальные коэффициенты. Но если у вас все кратности равны единице, то ваш мультименериальный коэффициент это k-факториал поделить на произведение единичек. Вот. Поэтому нужно еще поделить на k-факториал, и это большая удача для нас, как мы увидим потом. Значит, вот такая сумма по p, лежащим в p, это у нас уже было обозначено как s от p. Давайте теперь еще немножко поймем про s от p, что можно сказать про s от p. Значит, s от p это не больше, конечно, чем сумма по всем простым непревосходящим y 1 поделить на p. Такая сумма это двойной логарифм y плюс o большой от единицы. Ну, двойной логарифм y это двойной логарифм x минус логарифм вот этого показателя в степени, обращенного, то есть 9 двойных логарифм x. Теперь, если x достаточно большое, то это, конечно, не больше, чем двойной логарифм x. Результат про асимптотику ряда обратных простых очевидно следует уже из курса? Это абсолютно очевидно следует из курса, а именно асимптотика суммы 1 поделить на p она такая же, как асимптотика суммы лямбда от p поделить на n логарифм n. Так? Вот. Ну, то есть, для простых чисел я просто написал логарифм p поделить на p логарифм p, а все, что остальное добавится, ну, это, конечно, константа. Да, это там квадрат. Так? Да, ну, лямбда в среднем единица, причем с хорошей точностью. Значит, во всех таких суммах вы можете просто, грубо говоря, заменить лямбду на единицу, и у вас получится сумма 1 поделить на n логарифм n. Но сумма 1 поделить на n логарифм n это примерно то же самое, что интеграл dt поделить на t логарифм t. Но этот интеграл берется, он равен двойному логарифму. Ну, хорошо. Вот. Ну, в общем, то, что я сказал, это, конечно, куча пропущенных вычислений, но я надеюсь, что я вас хотя бы убедил в том, что это, в общем, понятно следует из того, что мы уже обсуждали много раз. Вообще, вот эта вот асимптотика для суммы обратных простых это главный источник двойных логарифмов в теоретикой числовых результатах. Ну, практически, может быть, самый главный. Часто, где вы видите двойной логарифм, там просто кто-то суммировал обратные простые. Так вот, значит, s от p при больших x не больше, чем просто двойной логарифм x. Хорошо. Давайте тогда оценим 1 поделить на k факториал s от p в катой. m у нас больше, больше равно, нет, строго больше, чем 4 двойных логарифма. Но это означает, что s от p не больше, чем m на 4. А дальше вот что, давайте. Значит, k у нас здесь, это хотя бы 2m. И можно заметить, что при переходе от k к k плюс 1 у вас числитель умножится на m на 4, а знаменатель поделится на k плюс 1. Так что, то, что я здесь написал, это даже грубая оценка. Здесь будет 1 поделить на 4 в степени k минус 2m умножить на то же самое слагаемое, но только когда k равно 2m. Здесь на самом деле восьмерку вообще можно написать из того соображения, которое я сказал. Вот. Именно для этого мы выбрали наш m таким. Вот. Значит, вот эта штука оценивается экспонентой умножить на непофиксированную штуку, что можно сказать про эту фиксированную штуку. Давайте мы вот эту четверку вынесем и еще вынесем двойку дополнительно. Значит, то, что здесь написано, это не неравенство, а просто равенство буквально. Вот. А дальше 2m в степени 2m поделить на 2m факториал не больше, чем e в степени 2m. Понятно ли, почему так? Потому что просто взял один кусок из ряда для экспонента? Абсолютно. Если вы напишите экспоненту от 2m, напишите ее в виде ряда, то там будет вот такое слагаемое, а остальные слагаемые будут положительные. Итого, все это не больше, чем e поделить на 8 в степени 2m. Ну, e поделить на 8, это на самом деле не больше, чем 1 поделить на e. Проверьте это сами. Вот. Но, значит, это все не больше, чем e в степени минус 2m, ну, а 2m это хотя бы 8 двойных логарифмов xа. Поэтому sigma минус v не больше, чем e в степени минус 2m, я написал здесь не больше, потому что там еще суммы степеней четверки, на самом деле здесь можно написать 1 третью. Вот. Не больше, чем e в степени минус 2m, а это не больше, чем 1 поделить на логарифм x в 8 степени. Вот. Хорошо. То есть, это что происходит, когда мы пытаемся нашу сумму заменить на полную сумму. Но теперь полная сумма, она по порядку хотя бы произведение по всем простым непревосходящим y. Но это хотя бы один на логарифм y. Это хотя бы один на логарифм x. Вот. Это означает, что вот этот остаток, он совсем маленький по сравнению с v. А значит, σ это то же самое, что v умножить на 1 плюс какой-то маленький хвостик. Например, этот хвостик, можно написать o от 1 на логарифм x в 7 степени. Ну, отлично. Подставляем все это в нашу оценку. Значит, в нашей оценке что было в океане, напомню. В нашей оценке было, что ap от x это x сигма плюс o большое от y степени 2m. Вот. Ну, подставим это в нашу оценку, у нас получится, что значит, y степени 2m это вот такая штука. То, что в числителе при больших x, ну, это, грубо говоря, 8 двойных логарифмов x плюс константа. Ну, чтобы не париться, вместо 8 девятых я здесь напишу 9 десятых. То есть, y степени 2m это некая просто фиксированная степень x, грубо говоря. Ну, а с индексом p тогда у нас не больше, чем x умножить на v. Вот. Теперь, значит, мы получили, что ap это не больше, чем x умножить на v. Возьмем логарифм от v. Логарифм от v это, как я уже говорил, сумма логарифмов от 1 минус 1p, но это можно расписать как 1p плюс o большое от 1 на p квадрат. Значит, это минус sp плюс o большой от единицы. Итого получаем, что ap по порядку не больше, чем x на e в степени минус s от p. Вот. Но это ровно то, что мы хотели доказать. Так, хорошо, это мы доказали нашу лему важную. Давайте теперь приступим, наконец, к доказательству результата про циклические числа. Вот. Этот результат, он будет доказан немножко в стиле Ertich, скажем так. Значит, первое, что мы сделаем, это мы зафиксируем epsilon больше нуля и меньше одной второй. И разобьем нашу сумму, наше количество циклических n на сумму по циклическим n с данным простым, с данным наименьшим простым делителем p. z с индексом p это число циклических n, у которых наименьший простой делитель равен p. Дальше вот эту сумму z с индексом p от x мы разобьем на три куска. В первом куске у нас будут совсем маленькие p, которые не больше, чем двойной логарифм x в степени 1 минус epsilon. Во второй сумме будут промежуточные p между двойной логарифм x в степени 1 минус epsilon и двойной логарифм x в степени 1 плюс epsilon. а в последней сумме будут большие p. Сейчас мы объясним, что можно делать со всеми этими замечательными суммами. Сперва давайте разберемся с z минус. Каждое слагаемое мы оценим просто по отдельности. Пусть p не больше, чем двойной логарифм x в степени 1 минус epsilon. Тогда вот какое рассуждение верно. z от p не больше, чем количество n непревосходящих x, которые не делятся ни на одно простое q, непревосходящее y из леммы, с вот таким условием. y сравним с единицей по модулю p. Потому что если n непревосходящее x делится на такое простое, то оно не может делиться на p, потому что если оно делится на p, q, то φ от p, q, в общем, оно будет, значит, φ от p будет делить q, поэтому такого быть не может. Понятно, да? Вот. Значит, что дальше? Это означает, что из леммы 2 у нас выполнена вот такая оценка. z с индексом p от x это не больше, чем общее число чисел непревосходящих x умножить на вот эту экспоненту. В экспоненте у нас сумма 1 поделить на q по всем q непревосходящим y и сравним с единицей по модулю p. Ну, p у нас совсем такое экстремально маленькое по сравнению с y. Всего лишь какая-то степень двойного логарифма. Поэтому можно просто применить теорию Музигеля-Вальфиша, и у вас окажется, что пропорция, которая занимает вот эта сумма 1 поделить на q, ну, она по порядку хотя бы двойной логарифм y, то есть сумма 1 поделить на q без ограничений, поделить на p, потому что, ну, в общем, ваши суммы, они будут примерно равномерно раскиданы по разным остаткам. Ну, а так как p у нас чуть-чуть меньше, чем степень двойного логарифма, чем первая степень двойного логарифма, то вот эта сумма, она по порядку хотя бы двойной логарифм x степени epsilon. Вот. Ну, это значит, что z от p, оно не больше, чем x на экспонент вот от этой штуки. Ну, а при больших x, такая штуковина, логарифм x степени epsilon, она не меньше, чем два тройных логарифма, например. Вот. Ну, и тогда zp от x не больше, чем x поделить на двойной логарифм x в квадрате. Вот. И это для всех таких p. Но теперь, если вы просто это умножите на количество p, которое у вас есть, то не больше, чем двойной логарифм x, то у вас получится, что z минус от x, то есть сумма по n с маленькими простыми делителями, не больше, чем x поделить на двойной логарифм x. Это, конечно, есть o малый от x поделить на тройной логарифм x. А, напомню, что у нас в нашей теореме тройной логарифм фигурирует. Вот. Хорошо. Это z минус. Теперь z 0. Здесь, значит, разбор будет чуть более точный. Пусть есть у нас некоторое r, которое не больше, чем, значит, двойной логарифм x в степени 1 плюс y. Ну, то есть в пределах вот этих наших простых чисел. Давайте через y к р обозначим число m непревосходящих x, не делящихся ни на одно простое p, непревосходящее r. Значит, тогда, согласно теореме 1, у нас справедливо вот такое равенство. y r, теорема 1, это решетер, это сфена. y r, это сумма по всем d, делящим p от r, μ от d умножить на целую часть из x на d. И так как r у нас совсем-совсем маленькая, то мы можем здесь все вообще забыть, там 2 в степени r, оно будет совсем маленькое по сравнению с x, и у нас получится e в степени минус гамма, это вот из этого произведения, умножить на x и поделить на логарифм r. вот. Хорошо. Значит, теперь пусть у нас есть какое-то простое p, не превосходящее двойного логарифма x в степени 1 плюс ε, тогда для числа безквадратных чисел, не превосходящих x, и у которых наименьший простой делитель в точности равен p, справедлива формула, что, да, я, конечно, не прав, здесь должно быть меньше равно. Вот. t с индексом p не больше, чем y с индексом p от x поделить на p. Почему так? Кто следит за происходящим, скажите мне, почему t с индексом p не больше, чем yp от x поделить на p? Что, уже все уничтожены? Ну, нам, видимо, надо взять, ну, просто построить инъекцию. Значит, если нам дано число x, которое безквадратное... Это m, давайте, x это наше... Если нам дано число m, мы его делим на p, и оно не делится. Мы его делим на p, и то, что получилось, уже обязательно не будет делиться ни на p, ни на что меньше. Да-да. По определению. Все отлично. Вот. Получается, что t с индексом p от x не больше, чем yp от x поделить на p, и дальше мы воспользуемся грубой оценкой, что y с индексом r меньше-меньше, чем x поделить на логарифм r. У нас вот такая оценка получится. Пока что нам этого хватит. Значит, как теперь оценить z0? Значит, z0, я утверждаю, что не больше, чем вот такая сумма, t с индексом p от x. Почему? Значит, если у вас есть какое-то циклическое число n, которое дает вклад в z0, то это означает, что у него простой делитель наименьший в точности равен p, во-первых. Во-вторых, что оно безквадратно, потому что число, которое делится на квадрат, не может быть циклическим. Вот. Ну, потому что там есть две разных группы с порядком p квадрата. Ну, хорошо. Значит, все, что у вас осталось, это оценить t с индексом p от x. Но это у нас есть x поделить на p логарифм p, а p у нас хотя бы вот такое. Логарифм логарифм x в степени 1 минус r. Это означает, что логарифм p это хотя бы тройной логарифм x по порядку. Поэтому 1 поделить на p логарифм p это не больше, чем 1 поделить на p на тройной логарифм x. Итого у вас получается x поделить на тройной логарифм x умножить на сумму вот в тех же самых пределах 1 поделить на p. А дальше вам нужно двойной логарифм вот этой штуки вычесть из двойного логарифма вот этой штуки. И у вас получится o большой от epsilon. Сумма 1 поделить на p по вот такому интервалу будет o большой от epsilon. Почему так? Потому что когда вы суммируете между z в степени альфа и z в степени бета, у вас получается двойной логарифм z в степени бета минус двойной логарифм z в степени альфа. Вот. И то, что у вас в итоге получается, это просто логарифм альфа минус логарифм бета синтетически. Вот и все. По крайней мере, для фиксированных альфа и бета и для растущего z. Так, понятно, почему так? Кому-нибудь непонятно, может? Меня много раз учили, что нельзя спрашивать, кому понятно, надо спрашивать, кому непонятно. Вот. Барна спрашивает, все ли будут пиво, первый математик не знаю, второй математик не знаю, третий математик да. Да, там логики, логики в оригинале. Вот. Хорошо. Значит, вроде все все поняли. По крайней мере, я буду на это надеяться. Хорошо, значит, теперь у нас осталась самая серьезная оценка, а именно нам нужно понять что-то про z+. Заметьте, что мы и так уже в достаточно опасном состоянии, потому что нам важно, что у нас ε маленькая. Потому что здесь εx умножить на тройной логарифм. Если у нас вдруг окажется, что εx должно быть ограничено снизу одной сотой, то это уже будет проблема. Вот. Так, значит, нам нужна теперь сумма по большим простым числам. Значит, там учитываются только циклические n, у которых наименьший простой делитель больше, чем вот такое s, двойной логарифм x в степени 1 плюс εx. Это значит, что z плюс от x не больше, чем ys от x. Ну и по нашей формуле ys это е в степени минус гамма плюс о маленькой от единицы умножить на x и поделить на логарифм s. Значит, здесь получается такая вот занимательная оценка. Е в степени минус гамма плюс о маленькой от единицы умножить на x и поделить на 1 плюс ε тройной логарифм x. Мы уже очень близки. Значит, но это пока и верхняя оценка. Теперь, что касается нижней оценки. Давайте вот какое замечание сделаем. Значит, n циклично, вернее, наоборот, чтобы n было циклично, достаточно, чтобы оно не делилось на квадраты и не делилось на произведение вида pq, где p простое, а q минус 1 тоже простое и делится на p. Значит, ну хорошо, значит, мы возьмем все наши числа вот в этом множестве и исключим все вот эти плохие случаи. Там, конечно, будут некоторые перекрытия, ну и хорошо. Значит, это будет нижняя оценка. Значит, z плюс от x это хотя бы ys от x минус вот такие две суммы. Здесь мы учитываем делимость на квадраты, здесь мы учитываем делимость вот на такие хитрые произведения. Ну и здесь еще, как видите, p больше, чем s. Хорошо, значит, с делимостью на квадраты все очень просто. Сумма по r больше ms x поделить на r квадрат это не больше, чем x поделить на s. Вот. А s у нас это степень двойного логарифма, поэтому все здорово. Теперь, что касается суммы, двойной суммы с простыми числами. Мы будем пользоваться без доказательства, я предупреждал, вот таким утверждением, что пусть у нас есть x, которое больше, чем q квадрат, тогда число простых чисел вот с такой арифметической прогрессией a по модулю q оценивается сверху, как общее число простых непревосходящих x поделить на fiat q. А мы его в итоге потом докажем, да? Я надеюсь. В общем, в это утверждение очень легко поверить, но несколько труднее доказать, прямо скажем. Давайте сегодня будем просто им пользоваться, потому что оно полезно. Мы узнаем о его коде. Хорошо. Значит, теперь для фиксированного p давайте мы разобьем сумму по q на два разных диапазона, когда q меньше, чем p квадрат, и когда q больше, чем p квадрат. Когда q меньше, чем p квадрат, то вы можете просто оценить вашу сумму, суммы 1 поделить на p плюс 1, плюс 1 поделить на 2p плюс 1, плюс и так далее, плюс 1 поделить на p квадрат минус p плюс 1. Ну и, грубо говоря, это будет 1 поделить на p умножить на гармоническое число. То есть, логарифм p поделить на p. Теперь, если q у вас больше, чем p квадрат, и не больше x, то вы можете воспользоваться неравенством Бруна Тичмарша и суммированием по частям. То есть, это такое же рассуждение, как я уже до этого говорил, про то, что лямбда от n это в среднем единица, только здесь мы еще пользуемся тем, что лямбда от n это в среднем не больше единицы. По порядку. Нет, в сумме по нашей эфемической прогрессии не больше, чем 1 поделить на фетку. Вот. Хорошо. Значит, ну и тогда у нас просто получится такая же сумма, как просто сумма по всем простым числам 1 поделить на q, только еще нужно поделить на фи от p. Фи от p это p минус 1 и порядку b. У нас тогда получится вот такая оценка. Ну, собирая все это чудесное выражение вместе, получаем, что у нас наша двойная сумма оценивается сверху как x умножить на вот такую одинарную сумму. Ну и эту одинарную сумму можно оценить как x двойной логарифм x поделить на s. Вот. Дальше s у нас это двойной логарифм x в степени 1 плюс epsilon. Получилась вот такая оценка. Хорошо. Это практически все. Давайте вспомним, что у нас в итоге получилось. z минус у нас оценился как о маленькой от x поделить на тройной логарифм x. z 0 оценился как epsilon x поделить на тройной логарифм x. И, наконец, z плюс оценился вот так. z плюс — это есть e в степени минус гамма плюс o большое от epsilon умножить на x поделить на тройной логарифм x. Согласны? Давайте немножко вернемся, что у нас там про z плюс было сказано. z плюс не больше, чем вот такая штука. Здесь один плюс epsilon знаменателя. Это как раз дает вклад о большой от epsilon вот сюда. И z плюс не меньше, чем такая же штука. И минус два слагаемых, про которые мы уже доказали, что это о малое от x поделить на тройной логарифм x. Вот. В итоге, когда мы все это соберем вместе, нужно просто epsilon выбрать сколько угодно маленьким, и у вас получится e в степени минус гамма плюс o малое от единицы умножить на x и поделить на тройной логарифм. Вот. Я очень люблю эту теорему Эрдиша. Сейчас, а вот как это согласуется с тем, вот мы берем как бы каждый раз новый epsilon, каждый раз получаем эти неравенства, но мы внутри пользуемся теоремой Зигеля-Вальфиша, в которой появляется некоторая константа, которая вообще непонятно от чего зависит, которую мы не можем контролировать. Может быть, эта константа, она там, e в степени, e в степени 1 на epsilon. Я могу гарантировать, что эта константа зависит от epsilon контролируемым способом, а именно теоремой Зигеля-Вальфиша мы как пользовались? У нас теорема Зигеля-Вальфиша нам нужна только для для каких q? Для каких p? Для p, не превосходящих вот такой степени двойного логарифма. Правильно? По-моему, там еще в лиме было. В какой? В лиме 2. Лиме 2 это... Не, в лиме 2 никакой теоремы Зигеля-Вальфиша нет. По-моему, у нас два раза было. Вот в этой теореме это перед этим. Давайте посмотрим. А! Я сейчас объясню, где. Мы еще воспользовались... Нет. Вот один раз теорема Зигеля-Вальфиша, а все остальное это без теоремы Зигеля-Вальфиша. Давайте все-таки договоримся. Чтобы, по-моему, больше индей не было. Ну, хорошо, но в любом случае... Вот еще неравенство Бруна-Тичмарша, оно эффективное. Значит, насчет теоремы Зигеля-Вальфиша. Почему не возникает проблем с константой? Мы теорему Зигеля-Вальфиша применяем только вот для таких p. Правильно? Ну, хорошо. Ну, давайте мы выберем х так, чтобы вот такой двойной логарифм оценивался сверху логарифмом х, например. Это можно сделать, а именно нужно взять типа х больше е. Или что-то такое. Ну, из константа в теореме Зигеля-Вальфиша от чего зависит? Она зависит от показателя степени логарифма, не двойного логарифма. Значит, мы в теореме Зигеля-Вальфиша говорим, что пусть q меньше, чем х, логарифм х с какой-то степень. Да. Вот только от этого показателя степени оно и зависит. Да, безусловно. В этом и фокус теорема Зигеля-Вальфиша. Вот. Ну, я и говорю, давайте мы сделаем так, чтобы этот показатель степени был просто равен единице. Можем это сделать, потому что p у нас все равно мелочь. Окей, окей. Вот. В общем, вот этих проблем с неэффективностью здесь, к счастью, не возникает. Я должен, кстати, сказать, что на самом деле Эртиш в исходной статье, насколько я понимаю, не пользовался теоремой Зигеля-Вальфиша. У него эффективная версия теоремы Зигеля-Вальфиша как раз для маленьких степеней логарифма. Но нам, в общем, и этого достаточно. Никакая неэффективность нас волновать не должна. Хорошо. В общем, я лично люблю эту теорему за то, что здесь возникает тройной логарифм самой настоящей в осимпатике. И он здесь по делу. В том смысле, что вы получили здесь тройной логарифм не потому, что у вас какая-то оценка плохая случилась, а потому, что он там действительно есть. То есть, вот можно решать такую особенную и вроде как естественную задачу про натуральные числа и наткнуться на асимпатику, в которой действительно есть тройной логарифм, что я нахожу, в общем, достаточно чудесным явлением. Хорошо. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Дальше мы будем больше заниматься какими-то методами решта, разными вариациями и доказывать по пути всякие забавные утверждения подобного толка. Большое спасибо за внимание. А вот вам эратосфен. У меня еще по ходу возник вопрос, я просто не хотел прерывать. Да-да? Вы доказали, что множество всех простых чисел имеет плотность единицы на логарифм х. В любом большом интервале есть примерно его длина на логарифм х чисел плюс умало его длины. А вот есть ли скажем у множества невещественных простых гауссовых чисел в таком же смысле плотность хотя бы гипотетически доказана лет или доказано, что ее нет? Это, конечно, доказано. Только надо как-то хитро говорить. В любом прямоугольнике, скажем, на комплексной плоскости, которая не пересекает вещественную ось, вот в нем простых чисел будет интеграл от некой функции ρ от xy по этому прямоугольнику. Короче говоря, давайте я быстро скажу. Если смотреть на число гауссовых простых чисел внутри круга, то у них плотность тоже будет просто один поделить на логарифм. То есть, если вы смотрите круг радиуса r с центром в нуле, то в этом круге будет примерно там πr квадрат да, πr квадрат поделить на два логарифма, наверное. Ну, это-то само собой, потому что... Да-да-да. Ну, на самом деле, по-моему, по-моему, это чуть ли не для любой разумной области есть. И более того, можно даже еще смотреть на такие уголки. Ну, то есть, да, как бы настоящий вопрос, ну, как распределен аргумент гауссовых простых чисел? Да, значит, а что такое аргумент гауссовых простого числа? Значит, если вы возьмете e в степени 2πk на этот аргумент, то это будет характер геки соответствующего поля, правда? Вот. А про характер геки известно, что их сумма, она будет стремиться к нулю. Ну, в смысле, она будет в среднем 0 по простым числам. Ладно, в общем, это отдельное обсуждение. Давайте я сперва остановлю запись.